Русские новости, экстрим 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 Генеральная прокуратура хотя бы в рамках своего ведомства Попыталась ограничить глупости своих прокуроров И объявила, что выпустил приказ в марте 2016 года Юрий Чайко, генеральный прокурор, что заявления и жалобы от прокуратуры идут в суды только с уровня региональных прокуроров при согласовании с генеральной прокуратурой. Но региональные прокуроры плевать на все это дело хотели, подумаешь, какой-то там Чайко, тоже человек совершенно недееспособный, уже много лет сидит на своем месте и абсолютно упустил борозды правления. Региональные прокуратуры делают все, что им вздумается, никаких толком проверок нигде не проводится, не проводятся проверки деятельности самих прокуроров, которые зачастую просто не выполняют норм закона, в общем нет никакого надзора, служба развалилась, можно сказать. А сегодня мы как раз в связи с тем, что происходит такой развал, обращаемся к самому дальнему, к региону самому дальнему от Центральной России, к Приморскому краю. Приморский прокурор, с говорящей фамилией Бесчастный, но очень хочется назвать его Бесчестный, абсолютно человек, лишенный чести, совести, профессиональной подготовленности. И мне пришлось в этом убедиться, рассматривая два дела. Одно меня касается напрямую, но о нем мы уже говорили и об этом поговорим как-то в другой раз. А в данном случае мы поговорим о ситуации, связанной с делом, ну фактически направленным против Алексея Бутусина, местного общественного активиста, православно-патриотического крыла. В этом секторе чаще всего и происходят репрессии против русских людей. И прокурор Бесчестный, давайте будем его называть Бесчестный, возбудил против, ну фактически возбудил против него дело, инспирировал это дело. Никакой, фактически никаких обвинений нет, но у какого-то там судьи взяли бумажку, в которой было написано, что надо произвести осмотр помещения. Вместо осмотра организовали маски-шоу, перепугали несовершеннолетнего ребенка. Ранним утром, как это практикуют все полицаи, вломились в дом, устроили форменный обыск. Не осмотр помещения, есть ли там, не ведется ли там преступная деятельность какой-нибудь. Нет, самый настоящий обыск. То есть фактически без санкций на обыск произошло разграбление помещения, из него вынесено все, что захотели вот эти люди в масках, потом как-нибудь я, наверное, фамилии этих людей перечислю. Вынесли там какие-то материалы и решили, ну как-то надо оправдаться за это безобразие. И нашли там две брошюрки, ну совсем тоненькие, одна там 77 страниц, другая 35 страниц. Решили объявить их экстремистскими. Первый заход у бесчестного прокурора не получился, потому что нашелся судья в советском районном суде города Владивостока, судья Шульга, которая отказалась рассматривать этот иск, вынесла решение об отказе в рассмотрении. В связи с тем, что по гражданскому производству подобные дела проходить не могут. Ну, собственно, они и по другим-то кодексам тоже не могут проходить, потому что там нет отдельных статей. Есть такой особый порядок производства, когда нет противной стороны. Вот они на улице нашли бумажку какую-то, на ней что-то написано, неизвестно кто автор, неизвестно кто выпускал. И эту бумажку хотят признать экстремисткой, чтобы если они где-то найдут ее, что распространитель будет попадать под экстремистские законы, даже, может быть, не зная об этом. Вот этой глупостью занимаются в том числе и сотрудники ФСБ Приморского края, и сотрудники прокуратуры. Занудно и бесконечно долго занимаются вот этой глупостью. В 2015 году они совершили преступление, вломившись к Алексею Бутусину в квартиру. Затем у них экспертиза сначала была там в 2015 году началась, потом ее прервали по какой-то причине непонятной, никто даже в этом разбираться не хочет. Еще через год там, через полгода эту экспертизу продолжили, пришли к каким-то выводам, и вот к концу 2016 года в суд принесли брошюру, прокурор принес брошюру праведникам спасения, нечестивым истребления. Цитата из Псалма 36. Выпущена брошюра в 2005 году, ну вы представляете, уже прошло почти 12 лет, или около 12 лет, и вот тащат эту брошюру для того, чтобы признать ее экстремистской. И вы посмотрите, какой это абсурд. Вообще, что с головой у прокуроров? Они все сошли с ума или все стали патологическими русофобами? Вот кажется, что действительно происходит это. Само течение судебного процесса, о котором рассказал Алексей Бутусин, прислал мне протокол, протокол официальный абсолютно фальсифицирован, ничего там, ну просто ни единого слова нет правды. Соответственно, нашлась такая дама в суде, судья Советского районного суда города Владивостока, которая, ну просто в услугу прокурора все сделала. Все, ну, был приглашен как заинтересованное лицо Алексея Бутусин, ни один автор этой брошюры, хотя они там были указаны, не был приглашен. Якобы был приглашен представитель Минюста, где, собственно, ведется этот список экстремистских материалов. На самом деле никакого приглашения не было, просто суд констатировал, что представитель Минюста не явился. Но самое интересное во всем этом протоколе, это позиция прокурора, который все это инспирировал. И этот прокурор сказал, что я вообще не в курсе дела, я не лингвист. А эксперты решили, что здесь присутствуют признаки экстремизма. То есть ничего вообще в суде не произошло. Не произошел опрос экспертов, невозможно было и некому, по сути дела, не было задавать им вопросы, некому было задавать вопросы прокурору. Прокурор сам признался, что он вообще не в курсе дела. Но он считает, что это в порядке вещей. Раз в материалах дела есть экспертиза, то он эту экспертизу поддерживает, ничего в ней не понимая, и запускает ее как обвинительное заключение в адрес никакого-то конкретного лица. Нет конкретного лица, его не приглашают, и никакой состязательности в суде нет. Что противоречит конституционным нормам. У нас прямо в Конституции написано, что суд носит состязательный процесс. Кого пригласить надо? Авторов, конечно. Тех, кто издавал. Не знаете издателя? Ищите. Если не нашли, то и дела нет на этот счет. Если вы не можете пригласить авторов, ну закрывайте тогда дело. Нет, их это не интересует. Они занимаются объективным вменением. Бумажку принесли, объявили ее экстремистской. Любой там школьник, какого они могут привлечь, написал какое-то экспертное заключение. Но абсолютно невежественный человек, просто с улицы, может написать экспертное заключение. И прокурор все это дело примет как истину в последней инстанции. Но уж если прокурор сказал, что какой-то материал экстремистский, то судья, в подавляющем большинстве случаев, вот у нас одно такое исключение, это судья Шульга, которая предшествующее рассмотрение отказалась вести по Гражданскому кодексу. И решение принято. Решение принято. Тотально фальсифицированное дело против брошюры. Непонятно вообще, для чего они это делают. Они полные идиоты, что ли. Ну хорошо, будет это записано. Эта брошюрка, что она является экстремистским материалом. Еще одна запись появится. Вам галочку, что ли, поставят, господин бесчестный, галочку поставят, что вы проявляете служебное рвение, боретесь с экстремизмом. Так вы с ним не боретесь. Скоро Приморский край отойдет к Китаю, вы же ничего не делаете. Вы наоборот, соучаствуете в этом безобразии. И поэтому против Алексея Бутусина и затеяно все это дело. Потому что он публично выступил на этот счет, обвинив местные власти и правоохранительную систему, что они ничего не делают против контрабанды, против наркотизации региона, против фактической утраты суверенитета. Он жестко выставился против местных властей. За это против него начали вот эти репрессивные действия, беззаконные, противоречащие даже той конституции, которая была принята в ельцинский период, и, конечно, нас не может устраивать. Но они даже эту конституцию не способны соблюдать. Не способны соблюдать свои же собственные законы о противодействии экстремизму. Процедуру они никак не могут наладить. Они не смогли по Гражданскому кодексу, давай по Административному кодексу проведем это решение суда. Ну вот провели. Ну что дальше-то? Что вы добиваетесь? То есть гора родила мышь. Столько усилий, столько глупостей понаписано. Вы все расчехлились просто в подробностях. Вот сейчас мы проанализируем ту экспертизу, которую они признали истинной в последней инстанции, не обсуждая ничего и не дав никому, вообще не дав никому, обсудить эту экспертизу. Но там как раз все расписано против кого они действуют. Экспертиза это как бы явка с повинной. Вот для нас, для русских людей, экспертиза, которая проведена под руководством Министерства юстиции Федеральным бюджетным учреждением Приморской лаборатории судебной экспертизы ФБУ Приморская ЛЦЭ. Вот так она называется. Акция экспертного исследования у меня перед глазами. Он завершен 24 февраля 2016 года, а сейчас уже почти год прошел. Вот февраль, февраль 2017 года. И сейчас мы смотрим на эту, извините, чушь собачью и читаем, что они там понаписали. Вот в августе 2015 года в Приморскую ЛЦЭ в управление ФСБ по Приморскому краю при проводительном письме начальника подразделения управления полковника Данилова, запомним, полковник Данилов А.Н. Данилов, для проведения комплексно-психологического исследования поступило печатное издание «Праведникам спасения и нечестивым истреблением». Ну, поступило и поступило. Зачем ФСБшники этим занимаются? Ну, просто черной глупостью. Одна брошюра, неизвестный тираж. Они не знают, что с ней делать. Вот нужно проявить активность. Вот они проявляют активность, фактически выдвигая обвинения против всех русских людей, которые с этой брошюрой, я не сомневаюсь, подавляющее большинство, кому она попадется в руки, полностью будут согласны. Проявление исследования поручено старшему государственному судебному эксперту Халак Светлане Валерьевне, имеющей высшее психологическое образование, аттестованное неизвестно кем по специальности исследования психологии и психофизиологии человека, стаж работы по специальности с 2001 года. Неизвестно, какой стаж работы экспертом вообще имеет ли этот человек экспертную, какую-то экспертную аттестацию реальную, неэффективную, которую они там в своей группировке вот этой, в ГУП ЛСЭ проводили. А какие есть объективные-то данные, какое психологическое образование, какое закончено учебное заведение, когда, есть ли какие-либо научные работы, какой опыт, сколько экспертиз проведено и так далее, и так далее. Ничего нет. И второй эксперт, Замерчук Елена Александровна, имеющая высшее филологическое образование, ассистованное на право самостоятельно производства экспертиз по специальности исследования продуктов речевой деятельности, стаж экспертной работы с 2013 года. Что за специалисты? Где хоть какие-то признаки их как специалистов? Эти материалы должны поступить в дело, но их в деле нет. Ну хотя бы это должны быть копии дипломов о высшем образовании, какие-то там списки литературы опубликованной. Ничего нет. То есть это люди просто взятые с улицы на службу в это неуважаемое учреждение, Федеральное бюджетное учреждение, Приморская лаборатория судебной экспертизы. И вот они что-то там расследуют. Перед ними ставятся вопросы. Имеются ли в представленных на исследовании материалах высказывания побудительного характера, содержащего призывы? Если имеются, то к чему именно автор призывает? Это что? Вопрос вообще для любого специалиста, то есть любой человек с любой специальности будет отвечать на этот вопрос. Имеются ли призывы побудительного характера? Вы читаете текст, если вы русский человек, владеете русским языком, то вы очевидно можете отличить, где есть призывы, где нет призывов, к чему призывает автор. Это все дело прокурора. А он говорит, я ничего не знаю, я ничего не понимаю, пусть эксперты, специалисты. Не нужно быть экспертом и специалистом, чтобы знать, есть призывы или нет. И прокурор просто с себя снимает всякую ответственность и перегладывает на эксперты. Говорит, ну вот все, это специалисты решили, а я поддерживаю. Ну ты же сам ни черта не понял-то, как ты пошел в суд, не понимая ничего. Второй вопрос. Содержится ли в материалах, представленных на исследование, словосочетания и фразеологические обороты, которые могут быть расценены, как унижение достоинства человека или группы лиц по признакам рас, санкциональности, происхождения языка, отношения к религии, отношения к какой-либо социальной группе. Если да, то в каких именно высказывания, фрагментах, представленных на исследовании материале, они содержатся. В какой форме они вырождены, утверждения, предположения, вопроса. Вы еще лингвистическую экспертизу, самоэкспертизы потом будете проводить. Что, собственно, в этом вопросе содержится и какое это может иметь отношение вообще к административному делу или какое дело возбуждено вот этим прокурором. Где есть хоть какие-то основания, чтобы задавать такие глупые вопросы. Ты сам прочел хоть эту брошюру? Я думаю, что нет. Просто даны указания. Вот надо что-то придумывать. Придумывают. Третий вопрос. Использованы ли данные слова или термины для целенаправленного унижения достоинства человека или группы лиц по признакам рас, национальности, происхождения языка, отношения к религии, отношения к какой-либо социальной группе. Скажите, психолог и лингвист являются ли специалистами по вот этим всем признакам расы, национальности, происхождения языка? Ну ладно, пусть будет. Отношения к религии, отношения к какой-либо социальной группе. Нет, не являются. Какого же черта, какого же рожна вы задаете эти вопросы специалистам, которые в этом деле не разбираются? Ну вот специалисты прочтут эти вопросы и дальше, в соответствии со специальными познаниями, экспертами принимается решение о следующих формулировках. Они отвечают не на ваши вопросы, господин прокурор, который ничего в этом не понимает. Они пишут, содержатся ли в представленном на исследовании материале лингвистические и психологические признаки побуждения, в том числе в форме призыва, к совершению каких-либо действий, в том числе насильственных. Содержатся ли в тексте лингвистические и психологические признаки, унижение человеческого достоинства по признаку пола, расы, национальности, языка и так далее. Оказывается, что они все-таки готовы, они распознают, несмотря на то, что они лингвисты, психолог, они распознают людей. Ну, по полу, понятно, они, может быть, и распознают. Расы, национальности, языка, происходят. Зачем они про пол говорят, я не знаю. Ну, такая формулировка, она как бы берется, вот кто-то там методичку написал, они оттуда берут. Вот эти вопросы, они и собираются исследовать. При проведении исследования, какая литература привлекалась? Вы думаете, научная? Нет, стандартно приводится книга Баранова «Лингвистическая экспертиза текста» к вопросам, которые поставлены экспертами самим себе, это не имеет никакого отношения, теоретические основания и практика. Большой толковый словарь русского языка, еще один большой словарь разговорный русской экспрессивной лексики и две методички. Все, больше ничего. То есть научной литературы нет, нет публикации юристов, а я сам как-то интересовался этим вопросом по экстремистским материалам, есть публикации юристов. Но есть специальные публикации, которые связаны там как раз с установлением границ, где и как можно определить признаки расы, национальности языка, происхождения отношения к религии и социальной группы. Ничем этим эксперты не занимались, ни одной ссылки на эти вопросы нет. Но тем не менее, они, понятно, выполняя распоряжение прокурора, это же федеральное, государственное, унитарное предприятие, государственное, приходит прокурор и говорит, мне тут нужны признаки экстремизма. Пожалуйста, будут тебе. Обстоятельства дела, ну, здесь о них сказано совсем мало. Осмотр, дальше, осмотр объекта. На исследование поступило печатное издание праведникам спасения и нечестивым истребления, Псалом 36, Владивосток, 2005 год. Обложка брошюры выполнена в трех цветах. Вот зачем они об этом пишут? Их спрашивали разве об этом? Черным, желтым, белым. Содержат следующие надписи. На черном фоне за веру православную, царя, первенца из рода Иофета дома Романовых, Отечество Святое, Приморское предсоборное совещание по подготовке Всероссийского земского собора. Ну так вы нашли авторов-то? Я вот спрашиваю прокурору, вы нашли вот это предсоборное совещание, кто в нем был? И там же изображен государственный герб Российской империи на желтом фоне, праведникам спасения и нечестивым истребления, Псалом 36, нижней части обложки на белом фоне, Владивосток, 2005. Это так они и осмотрели. Дальше брошюра составлена на 76 листах. И идет перечень, состоит из следующих статей. Я смотрю, а последняя статья на 77-й странице. Как это они пишут? Брошюра представлена на 76 листах, а какая-то из статей уже на 77-й. То есть явные ошибки. Дальше, что это за статьи? Выступление воеводы русской армии перед студентами-монархистами города Владивостока, 2003 год. Какая-то там стенограмма. Клятва русского народа на верность Дому Романовых. Исторический документ. Присяга производимого священника. Исторический документ. Воинская присяга на верность службы царю Отечества. Исторический документ. Великий грех. Какое-то догматическое, видимо, духовное сочинение. Под проклятием еще какое-то. Неизвестно. Катехизис евреев СССР. Текст, который уже многие годы гуляет по публикациям и многократно публиковался. Дальше. Олег Платонов. О положении русского народа. Вызвали Олега Платонова в суд? Нет, конечно. И никто с ним не списывался. Национальный патриотический фронт «Память». Оглянись вокруг. Ну, видимо, короткая историческая справка об этой организации. Рекомендуется к прочтению. Видимо, перечень литературы. Список интернет-сайтов. Перечень. Нина Васильевна Карташова. «Слава России». Скорее всего, стихи. Литература, предлагаемая издательством «Долой зло». Понятно, список. Николай Боголюбов. Стихи. Вызывали его? Не вызывали. Карташова вызывали? Не вызывали. Литература, предлагаемая издательством «Пересвет». Список. Татьяна Миронова. «Мы никогда не сдадимся». Какой-то текст Миронову не вызывали в суд. Борис Сергеевич Миронов. «Жить без страха иудейска». Тоже не вызывали. Ален Далес. «Как мы уничтожим Россию». Цитата. Известный документ «План Далеса». Некоторые материалы, предлагаемые к ознакомлению. Просто список. Скорость вымирания русской нации. Видимо, график с коротким текстом. Великие русские люди. Перечень. «Один в поле воин». Какой-то короткий текст. «Что надо знать об алкоголе и табаке». Просветительский текст. «Преподобный Серафим Саровский. О стяжании Духа Святаго». Несколько цитат. Все. Все. За что здесь зацепляются глаза? Практически не за что зацепиться глазами. Но именно это они судят. Вот я еще раз подчеркну. Вот я перечень дал. Они эту брошюру. Советский суд города Владивостока признал экстремистской. То есть все материалы, которые опубликованы здесь, скопом признаны экстремистскими, вопреки авторским правам, которые были у тех, кто здесь перечислен или не перечислен. Вопреки мнению и вообще участию в суде собственника этой брошюры, который ее выпускал и которому она принадлежит. И естественно вопреки мнению Алексея Бутусина, который даже не смог фактически в суде представлять хоть какие-то даже свои собственные интересы. Потому что суд так распорядился. Выдвигается ходатайство. Оно отклоняется. Неважно содержание. Все ходатайства, которые были, все были отклонены. Надо было приглашать экспертов. Надо. А судья просто отклоняет. Ему и так все ясно. Он, исходя из собственной совести, или точнее из собственной бессовестности, принимает решение на этот счет. На странице 3 содержится государственный гимн Российской империи. Божец, царя, храни. Видимо тоже это экстремизм. На странице 2 изображен православный крест, который сопровождается записями сверху. Определи свое место. По правую сторону текста находится некий перечень. И по левую сторону текста. Вот как раз здесь, посмотрите, нас судят люди, которые вот это разделение считают экстремистским. Это уже вывод экспертов, вывод прокурора и вывод судей. Это их коллективное мнение, враждебное абсолютно всем русским людям. Беззаконное, абсолютно беззаконное по всему российскому законодательству. Нет ни одной запятой в этом законодательстве, чтобы можно было такие выводы сделать против русского народа. Итак, с правой стороны написано. Адам, Авель, Моисей, убиенные пророки и апостолы, покаявшийся разбойник, царь Константин, княгиня Ольга, великий князь Владимир, Борис и Глеб, воины Евпатий, Меркурий, великий князь Дмитрий Донского, Пересвет, Ослябя, Ижи с ними, царь Иоанн Грозный, Иосиф Володский, Сергий Радонежский, патриарх Гермоген, князь Дмитрий Пожарский, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Александр Суворов, Михаил Кутузов, императоры Всероссийские, их верноподданные слуги всякого звания, Григорий Новый, это Имеется в виду Распутин, Дмитрий Васильев, ну, видимо, Дмитрий Васильев, известный лидер общества память По левую сторону Каин, раб предавший Моисея, Иуда Искариотский, разбойник, засловящий Бога, еретики жидовствующие, тут шундисты, не знаю, что такое Лев Толстой и его последующие, непротивленцы злую силой, имя которым легион, Ульянов, Свердлов, Троцкий и ежесними, священники, генералы, изменники, трусы, обманщики, все, кто изменил присяги Сергий Строгородский с коллегами, известный патриарх, Шабезгои и Куменисты Вот есть противопоставление, вот оно, я думаю, что больше всего и пугает Это противопоставление, оно, наверное, неполное, недостаточно качественно изложено, но, тем не менее, понятно, о чем идет речь, где идет раскол Теперь вот там, где слева были написаны вот все эти Шабезгои и Куменисты, конечно, должны быть вот этот перечень Мы мыслим там перечень всех этих судей, прокуроров, этих мнимых экспертов, которые ничего не соображают, вообще не имеют Никакого представления о той публицистике, которую они смеют анализировать Честный человек просто сказал бы, я не понимаю, что здесь написано, я не знаю, кто это написал, для чего Не понимаю, не могу я с этой экспертизой работать, но принимают на работу с условием, что ты будешь вот эти фальшивые экспертизы производить Вот они и производят На странице 56 издания в правом верхнем углу имеется печать данный сборник, содержит материалы, открывающие глаза даже слепому Неравнодушному к спасению своей души и родины Сообщаем координаты И дается координаты, по которым можно вычислить, кто является производителем, кто является собственником этой брошюры Делает это прокуратура? Нет Она этим не занимается, она торопится в суд, чтобы получить галочку Мы боремся с экстремизмом Нет, вы сами являетесь экстремистами Прокурор бесчестный, вы являетесь и все ваши вот эти пресные, кто вокруг там суетится, являются преступниками Я это заявляю и считаю, что вы будете сидеть в тюрьме Причем очень скоро, вам кажется, что вы вот так укрепились, вы там навечно Нет, будете вы сидеть в тюрьме Анализ коммуникативной ситуации показал следующее Коммуникативная ситуация Это они суду расъездили Суд может взять, прочесть, судья эту брошюру прочесть, ему будет все ясно А что такое коммуникативная ситуация, конечно, ни прокурор, ни судья не знает Да и знать не хочет, зачем им вникать Главное, выводы эксперта, а все остальное неинтересно Книга относится к непериодическим печатным изданиям Глубокая мысль Предполагает массового или публичного адресата А какой тираж, вы не посмотрели? Нет, не посмотрели Нет, абсолютно липовое утверждение Посредством выражения коммуникации Относится к письменным текстам Представляет собой письменную речь Ну какая глубина мысли Представленные на исследовании материалы являются коммуникативно обусловленной речевой реализацией авторского замысла Результатом сознательной деятельности автора Поскольку он целенаправленно формирует содержание текстов Выбирает иллюстративный материал А кто авторы? Кто автор или кто автор? Есть издатели, есть авторы Авторы указаны Не один автор Здесь пишется в единственном числе Фальсификация Намеренные Почему намеренные? Потому что берется шаблон И вот это вот все пишется Вся эта хинея Они даже толком не читают, что они там понаписали Книга предназначена для размещения в публичном информационном пространстве Что это такое, никто не знает И следовательно является общедоступным То есть адресат сообщения массовое, любое лицо, которому доступен данный материал А может это было одно лицо Может быть это в одном экземпляре было напечатано Хотя там где-то в материалах дела было написано, что типографским способом и так далее Какой тираж? Вы знаете тираж? Нет, у вас в руках один экземпляр О чем тогда вообще идет речь? Полная фальсификация Тем более, что здесь разбирается вопрос, который не задавался экспертом Они не начинают с разбора тех вопросов, которые, кроме того, сами себе поставили А начинают плести всякую хинею Психолога лингвистическое исследование текста Исследованию подлежит брошюра такая-то, все понятно Анализ текста следующего брошюра показал следующее То есть они анализа-то никакого не провели Они говорят, уже показал А где доказательства, что показал? Это просто выводы Итак, в статье выступления воевода русской армии Сокращенный причем автор пытается ответить на вопрос, что делать На этот извечный для православного человека вопрос Православная церковь дала простой и ясный ответ Надо прийти к Богу Для этого необходимо смысл своей жизни наполнить стяжанием Духа Святого Вот зачем они это цитируют? Здесь какие-то признаки экстремизма Далее автор пытается ответить еще на два вопроса Что происходит, кто виноват? Опять нет ответа на вопрос То есть идет фальсификация Прямая фальсификация Эксперт должен был выбрать те моменты Из материала, которые ему представлены Которые относятся к заданным вопросам Только эти, все остальные Зачем вот это все переписывать? Ну, нужно, чтобы побольше листов было Чтобы была такая солидность То есть два школьника написали как можно больше Не важно, что они там с ошибками написали Имеет ли это вообще какое-то отношение к жизни Не важно Давайте будем гнать листаж Автор сообщает о евреях следующую негативную информацию Ну вот это уже ближе к делу А евреи это вообще кто? Это раса? Это нация? Или может это пол? Вопрос-то задан? Так вы напишите Мы считаем, что евреи это этнос По отношению к которому есть негативная информация В 33-м году от Рождества Христова Отверглись себя от высшей власти потомка Сима, семиты Распяв Господа в лице своего законного царя Иисуса Христа Объявив, что кровь его на них и их детях Это что-то такое неизвестное То есть не распинали евреи Христа Кто-то другой распял Не евреи Ну как-то тогда Библию осуждайте Хамитско-семитская верхушка сформировала группу людей Насаждающих сатанинские греховные наклонности С целью отрыва людей от Господа А хамитско-семитская верхушка Это вообще кто? Это евреи? Вот по распятию Христа понятно, что это евреи И это никто не оспаривает Или может оспаривают Ну тогда напишите Мы оспариваем Оспариваем вот эти строки из Библии Все это неправда Это экстремистский материал Библия – экстремистский материал А вот хамитско-семитская верхушка Это кто? Вы знаете эксперты? Знаете? Не знаете? Знает ли об этом прокурор? Никак он это не проявил, что он знает И судья тоже не знает Им важны только выводы Главное отметиться перед начальством, что деятельность ведется Дальше Они понимали, что для удовлетворения неестественного увеличивающихся их плотских запросов Главным препятствием является высшая власть Ее носителем является первенц Ирзорода Иофета В 1917 году русский государь Николай Александрович Романов И они изощренно клевещут на русских царей Стараются убедить нас в том, что всякая даже сатанинская власть от Бога Где здесь сказано хоть что-нибудь по поводу вопросов, которые отнесены к экспертам Нет ничего Кто-то они, кто они понимали Есть ли эта связка, никто не исследует Про кого идет речь Кто понимали, кто в 1917 году Изощренно клевещет на русских царей Кто-то клевещет или никто не клеветал Убив верных слуг, а затем и самого русского царя с наследником И всей их благочестивой семьей Заняв в России руководящие посты Сатанисты приступили к закабалению народа Уничтожая в борьбе за должности и друг друга Если речь идет о сатанистах Вы сразу понимаете, что это евреи Ну просто это замечательная экспертная выдумка То есть получается вы сами антисемиты И вас за экстремизм надо судить Господа эксперты Ну и за одной прокурор, который говорит Да я ничего не понял Ну не понял, это не освобождает от ответственности Пропущена какая-то просто Жуткая антисемитская глупость Оказывается, евреи и сатанисты это одно и то же Ладно, запомнили Параллельно с закабалением душ людей Дьяволу сатанисты сокращают численность населения Военными методами, включая мировую отечественную войну 14-18 года, обвинив ее в развязывании Царя культивируют преступность под видом борьбы с ней Опять здесь речь идет о сатанистах О сатанистах А вы о чем подумали? Жиды истинные убийцы царя А вы о чем подумали? Жиды и евреи это одно и то же? Ну так вот мы в своей среде национально-патриотической Такого то жества никогда не проводили И если вы чего-то не понимаете Ну вы должны были к экспертам, к специалистам обратиться Вы же лингвистам Даже лингвист не понимает, что Ну ты посмотри в словарь хотя бы В словарь дали в первое издание Посмотри слово употребление Зайди в интернет, проведи контекстный поиск Посмотри все значения слова жиды Жиды и евреи Где-то это то жество может быть Если оно предусмотрено автором Ну это надо доказать тогда, что оно предусмотрено Либо вообще не имеет отношения Причем здесь евреи Он ясно видит этих бесов Коих воплощены в жидах Исчадьях ада Так вот видите Здесь есть авторское определение беса Жиды и исчадья ада Распявшие Иисуса Христа Законного царя Затем убивших ритуально Нашего русского императора Вот их бог сатана Клеветник и лжец Для них в порядке вещей безнравственность Бессовестность и бесстыдство Ну вообще о сатанистах идет речь Так между прочим Их отличительной особенностью является сексофилия Порноиндустрия их голубой конек Своими действиями они выполняют заказ мирового сатанинского правительства Сатанисты естественно действуют в пользу какого-то сатанинского правительства Цель которого завладение человеческими душами Природными ресурсами и продление бесовской агонии И в семнадцатом году Речь вообще все время про семнадцатый год А вы что-то такое тут засуетились Что это все про евреи Про сатанистов семнадцатого года Которые действуют до сих пор Вот о чем идет речь В семнадцатом году бесы совершили бандитское вооруженное нападение На государственное учреждение Российской империи С целью обогащения Ввергнув население В обманные мечтания Умышленно совершили разнозданнейший грабеж российских граждан Подготовили измену и дезертирство во время военных действий Захватили все материальные, финансовые и духовные ценности Злодейские, изуверские, ритуально сатанинские Уничтожили русского царя Николая II С цесаревичем Алексеем Всю его благочестивую семью И верных слуг Организовали преступную организацию По ханат под видом ЦК партии большевиков Так о чем идет речь? Вот может сказать эксперт, лингвист или психолог О чем идет речь? Нет, они не подготовлены к этому Зато очень подготовленным оказывается прокурор Фамилия Корсковка Автор указывает адресату на негативное положение дел в России Описывая его следующим образом Геноцид русского народа и других народов Холокост над славянами Растление молодежи, наркотизация населения Главным образом табаком, алкоголем, пивом, вином, водкой Это какое имеет отношение к унижению по признакам расы и так далее? Какое это имеет отношение к признакам экстримизма? Никакого Из-за употребления алкоголя гибнет ежегодно около 1 миллиона человек А отбывают уголовные наказания около 1 миллиона осужденных Население России за 15 лет сократилось более чем на 15 миллионов граждан Все это известные факты Царские российские территории дарятся и далее будут дариться этим захватчикам, противникам России Современная же российская армия служит главным образом на командных должностях представителей других народностей, в том числе и враждебных русским Это не факт Но если это не факт, докажите, что не факт Вы же должны доказывать Вы обвиняете, вы должны доказывать Боевую православную христианскую и евангельскую религию эти выкормыши заменяют на псевдорелигиозное иудиохристианское учение попустительства злу Можете это опровергнуть, опровергайте Но никаких опровержений нет, потому что нет, собственно, исследовательской части в этой так называемой экспертизе Эксперты не способны исследовать вот эти строки, которые написаны Да, они сделали какие-то выписки Причиной данного положения автор называет «результат деятельности евреев» При этом результат деятельности берется в кавычки, а евреи просто приписываются Это метод фальсификации любого документа Взять и домыслить, что оказывается они имели Вот пишут сатанисты, нет, они имеют в виду евреев Они пишут, что результат деятельности сатанистов, вот все это безобразие А мы будем считать, что это евреи Вот это навязывание, то есть объективное вменение вины Вот чем занимаются эксперты Их бы надо осадить, человеку, который юридически грамотен Но ни судья, ни представитель прокуратуры Корсаков этого не делают Автор называет евреев виновниками в войне на земле Где прямая цитата? Нет прямой цитаты Есть в кавычках заключено Да не свергни они нашего царя, то на земле вообще бы уже не было войн никогда Про кого идет речь? К евреям автор выражено негативное отношение Так как он использует в их отношениях оценочную, оскорбительную лексику Ни одной цитаты не приводится Бесоподобие, сатанисты, слуги бесов, бесы, прикормыши, жиды, мерзавцы, подонки, негодяйские существа Человечем обличие, а также поскольку они являются виновниками негативного положения русских в России Для победы над жидовским игом автор предлагает собрать православный земский собор Где соборно покаяться за предательство предками нашего царя Опять здесь видимо отождествление жидов с евреями Стандартная процедура понятная И стандартно опровергается без всяких проблем В статье Кляткого русского народа на верность Дому Романовых автор сообщает о последствиях свержения российского самодержания Как только изменники, генералы, министры и думцы, благословленные духовенством При предательском молчании народа отреклись от служения царю Так сразу же для всех очевидно начались бедствия России Междуусобицы, голод, мор, болезни, убийства, насилие безбожие, над верой, смерть бесчисленных мучеников, христовых и царских слуг Россия, предав своего государя, лишилась Божьего благословения Народ наш, отсекнув от своего соборного тела свою голову, сразу вкусил духовную смерть Брачный союз царя и народа был нарушен самим же народом Здесь, я думаю, что вот эти невежественные эксперты, воспитанные по советским учебникам В ужас приходят от тех характеристик, которые даются антицерковным силам, антицерковной, антиправославной власти И не только власти, а самим умонастроением в народе Вот это действительно политическая позиция И судят, на самом деле, вот эту брошюру именно за политическую позицию Я считаю, что вот то, что написано, абсолютно верно Абсолютно я готов подписаться То есть я готов быть соавтором этих строк Значит, тогда вы должны, вы, прокуроры, должны против меня возбудить дело, как против экстремистов Потому что я утверждаю, что изменники совершили переворот, что на страну обрушились бедствия Что действительно были сатанинские силы, которые это все воплотили в жизнь Что делать? Как вы докажете, что это не так? Вы же должны доказать Ну так докажите, попробуйте Статья под проклятием самоубийства рода Также говорится о негативной ситуации в России Стремительно растет количество алкоголиков, преступников, самоубийств Народонаселение сокращается со скоростью беспрецедентной Для мирного времени Россия вымирает Это не так, что ли? Это абсолютно так На странице 28.34 опубликован катехизис евреев в СССР Инструкции для евреев, проживающих в СССР, 48-го года Что представляет собой руководство для евреев О русских в нем сообщается следующее Ну это вообще уже вот дикие люди, которые взяли в руки брошюру Катехизис евреев в СССР обычно используется как некий разоблачительный документ Так же, как протоколы сионских мудрецов, изданные Нилусом Это как некое разоблачение Ну конечно, там в еврейских кругах говорят фальшивка, фальшивка, фальшивка Ну докажите, что это фальшивка Вот нам не надо доказать Мы видим, смотрим вокруг и видим, что действительно так В этом катехизисе это же как раз считается, видимо, все Теперь катехизис евреев в России Это экстремистский материал Кем он, собственно, издан-то? Евреями, что ли? Значит, у нас евреи, экстремисты, вот те, кто все это написали Русские не способны глубоко мыслить Все, что они имеют, это их предел Русские упрямы, не обладают достаточным упорством Русские не умеют ни руководить, ни подчиняться Русские глупые и грубы Вообще-то все русские антисемиты Вот, ну, все, что написано В статье о положении русского народа Олега Платонова так же сообщается о негативном положении в России русского народа То есть само уже высказывание каких-то соображений о негативном положении России и русского народа Рассматривается как некое посягательство на некие народы какие-то другие Они даже не называются, может быть, евреи, раз тут евреев эти эксперты защищают И судья с прокурором Правящая элита заинтересована не в улучшении положения русского народа, а в сохранить в своих финансах материальных ценностей Я сокращенно тут сокращенно цитирую Последние два десятилетия под видом экономических реформ в стране совершается экономическое ограбление русского народа Начиная с конца 80-х годов международное положение России характеризуется вассальной зависимостью от США и Западной Европы Русская армия уже не способна защищать ни свою страну, ни соотечественникам за рубежом Чуждая русскому народу политическая система свела расходы на содержание русской культуры и науки к минимуму Язык народа, переживающего национальную катастрофу, находится в такой же ситуации, что и его носители Коэффициент рождаемости в среднем по стране остался самым низким в мире В главе «Национальный патриотический фронт памяти» в статье «Глянись вокруг» та же сообщается о положении дел в России Не будем читать, это все вещи совершенно очевидные Русские люди умирают быстрее, нынешний правящий режим старается довести состояние нищеты, максимально большое число граждан и так далее Все происходящее направлено только на одно разграбление России и уничтожение русского народа Я думаю, каждый русский человек может под этим подписаться Это было еще в 2005 году между делом, я думаю, и тогда большинство подписалось Виновниками являются евреи, которые захватили власть в России Вообще-то тут приводятся цитаты совсем другие Есть описания, а есть виновники И эксперты не проводят каких-то доказательных линий от виновников к положению в России Вот они просто цитируют вне связи с предшествующим «Еврейские финансовые группы фактически правят нашей стороной, их цель – уничтожение русской нации» Вообще речь идет не про евреев, а про еврейские финансовые группы Ну, лингвисту это, видимо, не вдомек, он не может отличить евреев от еврейских финансовых групп Заметано Премьер министра правительства России – еврей Тогда это было действительно так, а разве это не так? Тогда премьером был Фродков Михаил Фродков, то, что он еврей, никто, в общем-то, и не скрывал, и не опровергал И если его определяют как еврей, это какая-то негативная характеристика Нет, то, что он безобразничал, нет никаких сомнений, то, что он служил олигархи, и кто же с этим спорит? Захват нашей Родины начался в 1917 году, когда еврейские мировые финансовые круги Опять о еврейских мировых финансовых кругах, не про евреев говорится, а про еврейские мировые финансовые круги Организовали свержение национально ориентированной власти русского царя И установили жесточайшую диктатуру иудокоммунистов Следствием чего стал небывалый за всю историю геноцид нашего народа и так далее, и так далее Бой для 75% всех капиталов страны контролируется еврейскими и прочими инородческими кланами и группировками Не только про евреев говорится, а про инородческие кланы и группировки Что это такое? Естественно, лингвисты, психолог не знают и знать не хотят И, собственно, их специальность не такова, чтобы они что-то знали Но они подписывают эту экспертизу Правительство России и Государственная Дума находятся под их же контролем Ну, оспорьте тогда, вот не под их контролем, и это вообще очень негативно Была публикация в свое время, какими капиталами ворочают представители каких этнических групп Вот взяли одна из исследовательских групп, все это исследовала, все это было опубликовано Да, евреи, ничтожная часть населения России владеют капиталами, как, ну, примерно сопоставимыми Из верхушки, там, примерно 200, по-моему, 200 или сколько-то около того Самых богатых людей России, среди них русских, ну, псевдо-русских, называющих, вроде бы, или как-то там числящихся русскими Совпадает с числом евреев И эти люди, ну, примерно контролируют, там, процентов 70, вот этих самых крупных капиталов Ну, поэтому, вот, 75%, я думаю, что еще так эта цифра может быть и занижена даже По мнению автора, спасти Россию может только единоличная власть православного царя Какое преступление, ужас, что они говорят При этом, действительное сопротивление нерусской оккупации может быть только организованным Необходимо прекратить разговоры о нереальности восстановления русской власти Очень разумно, правильно Пока мы живы и готовы сражаться, преступно говорить о невозможности навести порядок в экономической и политической жизни страны Очень правильная гражданская позиция, выверенная, верная Автор сообщает о русском освободительном движении в лице Национально-патриотического фронта память Ну, таких организаций было много, в 2005 году еще довольно много Она ведет борьбу за освобождение отечества Это русское националистическое движение, собранное единой духовной дисциплиной, основанной на православном самосознании И так далее, идет в характеристики Призывает вас к действию Ну, да, к какому действию? Наверное, здесь вот подчеркивают это эксперты Призывает вас к действию Ну, наверное, действие непременно преступная, раз организация русская националистическая Автор побуштает адресата, побудительное предложение Русское население к объединению против существующей власти в России Я тоже призываю русских объединяться против этой совершенно чужой, преступной, коррумпированной сверху донизу власти Которая изменяет национальным интересам нашего народа и всех коренных народов В том числе и евреев, которые не занимаются этим безобразием, не входят в правящую группировку Ну, тут вообще про евреев-то речи нет Надо вернуть Россию нашему народу Пока еще не поздно Нужна лишь воля к борьбе Нужны единство и самоотверженность Нужны усилия каждого русского человека Абсолютно верные Абсолютно верная позиция русского гражданина Который отвечает за судьбу своей страны Абсолютно верно Каждый русский должен под этим подписаться Ну, здесь вот, видите, нас обвиняют в том, что мы экстремисты в таком случае Если мы считаем, что нужна воля к борьбе Что вставайте на защиту Родины и будущего своих детей и так далее Прочел, передай другому, тиражируй и размножай преступления Ужасно С целью изменения мнения адресата Формирования у него готовности к принятию предлагаемой автором точки зрения Используются следующие лингвистические и психологические приемы убеждения Апелляции к чувствам Иммигранты, наркоманы, алкоголики убивают, насилуют и грабят на улицах наших городов При массовом обнищании многие люди идут на преступления против своих сограждан И что из этого? К чему подталкивают? К чему подталкивают? Да, у нас негативное отношение к иммигрантам, наркоманам, алкоголикам Которые убивают, насилуют и так далее Разве не так? Ссылка на авторитет Великий русский полководец Суворов, да, лингвист Геннадий Гореневич, математик-лингвист Нован Холмский И что из этого? Да, это нельзя этого делать? Или в этом есть хоть какие-то, хоть какой-то ответ на вопросы прокурора? Да ничего подобного Приведение текста инструкции для евреев, проживающих в СССР, которые вызывают отрицательную реакцию у адресата Ну а какая еще реакция может быть на подобные тексты? Приведение статистических данных Это тоже запрещено 80% населения России составляет русские Это неправильно, это ужасно, нельзя об этом говорить Более 70% всех капиталов страны контролируется еврейскими и прочими народческими кланами Нельзя об этом говорить, это преступно Отсылка читателя к известным фактам Понятно, нельзя распятие Христа, убийство Николая II и его семьи Нельзя ссылаться Наличие оценочной экспрессивной эмоциональной лексики Само выше, неизвестно где Не утруждаются эксперты Указывать, что они, собственно, экспрессивной эмоциональной лексикой называют И предлагают прокурору догадываться А ему, в общем-то, наплевать И судье наплевать для принятия решений Это совершенно неинтересно Использование манипуляций в отношении ведущих потребностей человека Сохранить собственную жизнь и жизни своих близких Ну, понятно Вот нельзя ссылаться на то, что вы будете убиты, умырены голодом Десятки миллионов лучших людей погибнут, если тот и тот и тот Таким образом, проведенным исследованием установлено Ничего не установлено, никакого исследования вообще не было Следующее Автором, автором исследованного текста Исходя из контекста В целом являются русские участники русского освободительного движения Национальный патриотический фронт «Память» Так, так, как это вот автором, авторами Там авторы вообще-то указаны На основании имеющихся в нем обращений Целевым адресатом автор, автором Является русское население Да, нельзя, да Авторы побуждают русское население К вступлению в ряды данного движения А что, нельзя? И к действиям против существующей власти Да, именно так мы для этого объединяемся Потому что эта власть нас преследует, нас репрессирует Она нам не нравится Мы объединяемся, чтобы у нас была другая русская власть Авторы побуждают население к вступлению в ряды данного движения При этом адресату не сообщается характер действий Но называются последствия бездействия Понятно, что это является преступлением Последствием бездействия будет крах нашей страны Это совершенно верно К 2020 году большинство жителей Москвы будут составлять Кавказцы И через 10 лет китайцы станут вторым по численности народом в России А что, это как-то указывает на какие-то преступные замыслы Или на оскорбление какого-либо народа Тем самым обосновывается необходимость воздействия на негативное положение дел в стране Связанное с захватом власти евреями Но это уже чистый домысел самих экспертов Опять в единственном числе Автор акцентирует внимание на важности и нужности адресата в данной ситуации Способности его на действия, которые изменят существующее положение дел Указывая адресату его национальное самосознание На чувство национального достоинства, свободы, значимости и ценности русских как нации Упоминание великих людей и их заслуги В анализировании материали имеются следующие компоненты значений Но это мы не будем читать Предмет речи, автор, аудитория Это просто таблица всякого горячечного бреда Так вот составлена произвольно Установление царской власти Вот это все они в табличку так свели Неинтересно Выражены следующие речевые цели Информирование об отношении к предмету речи Это я так говорю Какое имеет отношение? К исследованию Побуждение аудитории к совершению описанных действий Я говорю вам, что хочу, чтобы мы с вами совершили эти действия Ну и что? Это вообще в любом публицистическом материале Это должно быть Это просто азбука публицистики Отмечаются функции публичного проявления эмоций и чувств В виде демонстрации негативного отношения к предмету речи Его резкого неприятия Тоже азбука публицистики Дальше читать неинтересно В исследовании материале выражены лингвистические признаки значений Унижение группы лиц по национальному признаку евреев Хотя о евреях там говорится про жидов Пока нет сопоставления тождества И оно не доказано В этом экспертном исследовании так называемом ничего это нет И побуждение Русские побуждаются к вступлению в русское освободительное движение Фронт память И действиям против существующей власти Борьбе с ней и за установление царской власти Характер данных действий не конкретизирован Ну раз не конкретизирован, нечего об этом и говорить Прокурор должен бы сказать Ну все, ничего нет, я закрываю дело Нет, он так не действует Он получил задание От своего начальника бесчестного А тот, я думаю, что от каких-то верховных властей Или просто от криминализированной части Вот той олигархи, которая правит на нашей стране И в Приморье тоже заправляет, в этом нет сомнений И далее выводы, которые выводами, собственно, не являются В брошюре «Праведникам спасения и нечестивым истребления» Псалом 36 Содержатся лингвистические и психологические признаки Побуждения русского населения К вступлению в фронт памяти Действиям против существующей власти В борьбе с ней, установлению царской власти Характер этих действий не конкретизирован Таким образом, в распоряжении прокуратуры Ничего не попало Этот пункт полностью устраняется Абсолютно легальные действия, не противоречащие ничему Установление царской власти Это пожелание многих, по крайней мере, из монархического движения Ничего нет В брошюре «Праведникам спасения и нечестивым истребления» Содержатся лингвистические и психологические признаки Унижения человеческого достоинства по признаку национальности евреев Эта часть, понятно, служит для того, чтобы прокуратура смогла что-то там доказать Или показать суду Два эксперта заявили, что есть лингвистические и психологические признаки унижения человеческого достоинства Скажите, вот из того, что я прочитал Есть хоть какая-то психологическая литература упомянута? Нет Есть ли какие-то психологические термины, которые указывают, что психолог здесь тоже поучаствовал? Ничего абсолютно нет Психологической части исследования нет Соответственно, лингвистические и психологические признаки не могут быть представлены совместно Их нет в этом исследовании Кому мне это доказывать? Сейчас я вот говорю, доказываю Я не надеюсь, что прокуратура или какие-то там люди, которые принимают решения за прокуратуру или за суд И навязывают эти решения, все это прочтут, услышат Я обращаюсь к русским людям и говорю Посмотрите, какая ахинея Посмотрите, какая ахинея таких вот патентованных русофобов Среди которых, ну, как бы отправной точкой являются ФСБшники Которые все это дело превратили в скандальный, совершенно бессмысленный процесс Потом идет прокуратура, прокурор бесчестный Потом идет его представитель, помощник или там зам, не знаю, Корсаков Который все это настойчиво пропихивал Потом идет судья И тут где-то в промежутке вклиниваются эксперты Которые все это дело обслуживают И они вроде бы за все это дело и отвечают То есть вся вот эта цепочка абсолютно безответственных лиц сваливает все на прокуроров На двух абсолютно невежественных лиц И они пишут ахинею, дальше эту ахинею просто поддерживают своими подписями Люди, которые являются реально русофобами, главными русофобами Не эксперты, эксперты это просто вот жалкие рабы, шавки такие Организуется все это безобразие с уровня руководства ФСБ и прокуратуры Приморского края Вот эти люди являются самыми опасными для российской государственности и для русского народа И как бы завершая я закончу Их позиция вот бесчестного этого И его дружбана, извините, так вот криминальным сленгом Потому что это конечно криминальная группировка руководителя ФСБ Приморского края Состоит в том, что они соединяют некие этнические моменты с политическими То есть они считают нормальным власть в русской стране Когда она принадлежит каким-то сионистским кланам Или каким-то инородческим кланам Но лишь бы не русским Вот не русским это нормально Русским, и если ты об этом начинаешь говорить Если ты представляешь информацию на этот счет И требуешь смены власти Ты опасный экстремист Или вот любая бумажка, где это написано Это опасный экстремистский материал Вот что эти негодяи затевают И второе, они на основе этничности считают Что определенные территории должны принадлежать определенным народам Ну вот если Приморский край назовут китайским краем То они присягнут китайцам И будут говорить Нет, ну это же нормально Что китайская территория только для китайцев Как они определили вот уже по другой прошуре И тот, и другой уровень Приморского края Еще раз подчеркиваю Определили, что Чечня принадлежит только чеченцам Нет, больше никому Только чеченцам Это в другой брошюре При анализе этой брошюры При вынесении их обвинений в адрес этой брошюры Именно такую позицию они занимают То есть это люди опасные Опасные русофобы Они ненавидят русских Второе, они опасные антигосударственные деятели Они готовы к расчленению России по этническому признаку Точно так же, как расчленили СССР Я думаю, что они являются агентурой тех сил Которые за кулисами готовят расчленение Российской Федерации Вот этого обломка Российской империи И третье, они являются агентурой антироссийских сил Которые готовятся и к расчлению страны И к уничтожению русского народа Они нас обвиняют в экстремизме Мы их обвиняем в преступлениях против русского народа И российской государственности Они являются государственными преступниками А мы выражаем интересы русского народа И вот то, что в этой брошюре, по крайней мере Я не имею этой брошюры, не могу ее полностью процитировать То, что я процитировал, говорит о том Что это нормальная позиция русского человека Знающего свою историю Знающего подоплеку революционных событий Краха российской государственности Оккупационного режима, который здесь установился Если мы все это знаем, так мы оцениваем абсолютно точно так же Как написано в этой брошюре Доказано ли, что эта брошюра является экстремистской Не просто не доказано Доказано прямо противоположной Никакой научной подоплеки Никаких научных методик Эксперты не применяли Прокурор в суде прямо признался Что он за лингвиста отчитываться не будет Эксперты в суде не опрашивались Суд был просто профанацией Таким образом, мы видим на этом примере Который множится десятками Ежемесячно десятки Происходят подобных же процессов Говорят о том, что в России установился Русофобский, террористический Тиранический режим, который истязает любого русского человека Который высказывается в пользу исторического наследия Которое мы должны восстановить на нашей территории И кто высказывается в пользу русской природы России Это делают враги И мы этих врагов должны знать поименно И их дела оценивать так, как оцениваю я Это преступники, подлежащие суду Подлежащие преследованию русской власти Которое установится, я надеюсь, в ближайшие годы И этот перечень мы постоянно пополняем Пусть прокурор бесчестный знает Что он в перечне русофобов В определенной части этого списка Которые подлежат немедленному отстранению от власти И немедленному расследованию всех преступных деяний На своем этом посту Который он занимает не по праву И использует именно против русских людей Как русофоб, возбуждая ненависть к русским людям И преследуя их за их взгляды И за традиционные русские ценности Которые эти люди исповедуют Слава России!